Библейский урок на воскресенье 15 ноября 2020 года. Тема «Смертные и бессмертные. Золотой текст от Иоанна». «И знаю я, что его заповедь приводит к жизни вечной, поэтому я говорю то, что Отец мой повелел мне говорить». Ответное чтение 1 Коринфянам. «Но скажу вам, братья, что наши земные тела из плоти и крови не могут наследовать Царство Божие, и также то, что тленное, не наследует то, что нетленно. Послушайте, я скажу вам такую тайну и истину. Мы все не умрем, но все мы изменимся во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. «Ибо труба прозвучит, и мертвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся. Ибо это бренное тело должно облачиться в нетленное, и это смертное тело должно облачиться в бессмертное». «И когда это бренное тело облачиться в нетленное, а это смертное тело облачиться в бессмертное, тогда исполнится то, что сказано в Писании. Смерть поглощена победой». Урок проповедь. Из Библии. Притчи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Псалты. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и взлег меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа». Исход. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Не употребляйте имя Бога вашего напрасно, ибо виновен тот, кто употребит имя Господа напрасно, и Господь не снимет с него вины». От Матвея. Иисус крестился, и когда Он вышел из воды, небеса разверзлись перед Ним, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося на Него, подобно голубю, и голос с неба провозгласил, «Вот Сын Мой возлюбленный, Которому Я благоволю». Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал ему, «Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». От Иоанна «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус ответил, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец, Бог». И так говорят ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус отвечает, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же ответил им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру». На это отвечали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Второе к Коринфянам. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Ибо те изна, кто находятся в земном доме, одягощены заботами и стинают, потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться в новые одежды, чтобы жизнь поглотила все, что смертно. «Нас подготовил к этому Бог, который дал нам дух в залог того, что исполнит обещанное. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа, ибо живем согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться жить с Господом». Первое Петра. «Сказано в Писании, будьте святы, ибо я свят. Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячее, от чистого сердца. Вы возродились не от семени тленного, а от Слова Божьего, которое живет и будет жить вечно. И потому все люди подобны траве, и слава их подобна цветку в траве. Трава высыхает, и цветок увядает. Слово же Божие – вечно». Первое Иоанна. «Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру. Если кто любит мирское, то у его сердца нет любви к Отцу. Ведь все, что есть в мире, все, чего жаждет наша греховная натура, все, чего жаждет наш взор, и все, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но от мира суетного. Мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает. Тот, кто исполняет волю Божью, живет вечно». Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию учебника-целителя, написанного известной целительницей Мэри Беккер-Эдди. «Человек бессмертен и живет в силу Богом данных прав. Проявление разума бессмертны. Человек по образу и подобию Бога, как он раскрыт наукой, не может не быть бессмертным. В науке бессмертнее человека зависит от бессмертия Бога, добра, и является неизбежным следствием бессмертия, добра. Будучи бессмертным, человек обладает совершенной, неразрушаемой жизнью. Но смертное верование делает тело разлаженным и больным в той степени, в какой неведение, страх и сила воли управляют смертными. Всеобъемлемость истины. Разум, владычествующий и управляющий всеми своими творениями, является центральным светилом в системе своих собственных идей, жизнью и светом всего своего необъятного творения, а человек есть подчиненный божественного разума». Большой буквой. Материальное смертное тело и материальный смертный ум не являются человеком. Смертные склонны бояться того, что они считают материальным телом и повиноваться ему больше, чем они повинуются Богу Святому. Всякое материальное знание, подобно первоначальному дереву познания добра и зла, умножает их страдания, потому что смертные иллюзии стремятся ограбить Бога и угробить человека, но в то же время накрывают стол с человечиной и воздают благодарение. Смертные не знакомы с реальностью существования, потому что ни материя, ни смертность не отражают фактов Духа. Смертные – это не падшие дети Божьи. У них никогда не было совершенства, которое они впоследствии могли бы вновь обрести. С самого начала истории смертных они были в беззаконии зачаты и во грехе рождены. Помните, что Святое Писание говорит о смертном человеке. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так и он цветет. Повеет над ним ветер, и нет его, и места его уже не узнает его. Царство Божье внутри нас. Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус сказал, «Царство Божье внутри вас», то есть истинная любовь с больших букв, царствует в истинном человеке, показывая, что человек, как образ Божий, не пал, а вечен. Смертные не сходны с бессмертными. Смертные не похожи на бессмертных, сотворенных по образу самого Бога, но так как бесконечный Дух есть все, то смертное сознание в конце концов уступит научному факту и исчезнет, и тогда появится подлинное осознание бытия, совершенное и остающееся неизменным навеки. Доброта прозрачна. Манифестация или проявление Бога через смертных подобна свету, проходящему сквозь оконное стекло. Свет и стекло никогда не смешиваются, но стекло, как материал, более прозрачно, чем стены. Истина ярче всего сияет через тот смертный разум, который значительно утратил материальность и заблуждение, чтобы стать более прозрачным для истины. Тогда, подобно тающему облаку, он больше не скрывает солнца. Если мы облекаем мысль в смертные одежды, она неизбежно утратит свою бессмертную природу. Мысли вещественны. Ожидая от тела наслаждения, мы находим боль. Ища в нем жизнь, находим смерть. Ища истину, находим заблуждение. Ища дух, находим его противоположность – материю. А теперь сделайте обратное. Отвернитесь от тела и обратитесь к истине и любви, принципу всего счастья, гармонии и бессмертия. Стойко придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного. И вечное, доброе и истинное войдет в вашу жизнь в той степени, в какой она заполняет ваши мысли. Смерть – всего лишь иллюзия. Тот факт, что Христос, истина, преодолел сам и продолжает помогать другим преодолеть смерть, доказывает, что цариса ужаса – ничто иное, как смертное верование или заблуждение, которое истина уничтожает духовными доказательствами жизни. И это показывает, что то, что чувство воспринимает как смерть, есть лишь смертная иллюзия, так как для реального человека и реальной Вселенной не существует ни умирания, ни смерти. Своими божественными доказательствами наука поворачивает на 180 градусов свидетельство материальных чувств. Любое качество и каждое состояние всего смертного исчезает, будучи поглощено бессмертием. Слуги и господа Понимание, что Я-Есмь, есть разум, и что существует только один разум, или мудрость, немедленно начинает разрушать ошибки смертного чувства и замещать их истинной бессмертного сознания. Это понимание делает тело гармоничным. Благодаря ему нервы, кости, мозг и так далее становятся слугами, а не господами. Когда человек управляется законом божественного разума, его тело подчиняется вечной жизни, истине и любви из больших букв. Главная ошибка смертных состоит в предположении, что человек, образ и подобие Бога, есть одновременно и материя, и дух, что он одновременно и добр, и зол. Индивидуальная сущность Когда вы говорите «тело человека материально», я повторяю с апостолом Павлом. Желайте лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Откажитесь от вашего материального убеждения, что разум находится в материи, и имейте только один разум, а именно Бога, ибо только этот разум формирует свое собственное подобие. Понимание, что жизнь есть Бог, Дух, продлевает нашу жизнь тем, что укрепляет нашу веру в бессмертную реальность жизни, в ее всемогущество и нетленность. Привилегия человека в этот возвышенный час доказывает слова нашего Учителя «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Освободить мысль от ложных упований и от свидетельств материи, дабы обнаружились духовные факты бытия – вот наша великая цель. «Достигнув ее, мы сможем, мы сметем ложное и дадим место истинному. И так мы сможем воздвигнуть в истине храм или тело, которого архитектор, строитель и созидатель – Бог. Разумно посвятить свою жизнь». «Мы должны посвятить нашу жизнь не неведому Богу, которого мы не зная чтим, а вечному строителю, предвечному Отцу, жизни, которая смертное чувство не может повредить, а смертное верование не может ее уничтожить. Мы должны осознать способность ментальной силы противостоять ошибочным человеческим представлениям и заменять их той жизнью, которая духовна, а не материальна. Бессмертие в настоящем. Необходимо провозглашать великий духовный факт, что человек есть, а не будет совершенен и бессмертен. Мы должны постоянно пребывать в сознании жизни, и рано или поздно через Христа и Христову науку мы должны победить грех и смерть. Несомненность бессмертия человека будет становиться все более явной по мере того, как люди будут отказываться от материальных верований и признавать бессмертные факты бытия. Аминь.